Чем отличается Пепси-кола от Кока-колы или Спартак от ЦСКА? На взгляд обывателя ничем, но копните чуть глубже и отличий на порядок больше, чем сходств. Доставайте лопаты, дамы и господа, раскопаем отличия в большой тройке. Пепси-Кока-кола – это сладкие газированные напитки, а McKinsey-BCG-Bain – это управленческие консультанты. Кто-то такие, посмотрите в отдельном видео. Все три – престижные международные компании с высокими зарплатами, меритократией и гарантированными перспективами карьерного роста. И к отбору в каждую можно подготовиться с помощью нашего интерактивного коуча Кейско Пайлот. Но посмотрим глубже. Традиционные бизнес-функции, по которым консультируют McKinsey, Bain и BCG, мало отличаются по компаниям. Различия диктуется спецификой отраслей, в которых работают консультанты. Все три компании традиционно сильны в стратегии. Но в последние годы ни клиентов, ни сотрудников не устраивает подход «Нарисую красивую презентацию, чтобы я показал начальнику и убрал в стол». Отсюда рост числа проектов по принципу fees at risk, то есть оплата в случае успешного применения рекомендаций и развития команд, нацеленных исключительно на внедрение предлагаемых стратегических решений. Здесь лидер McKinsey со своей практикой implementation – внедрение решений. Портфель проектов McKinsey примерно соответствует распределению крупного бизнеса по секторам. Помогает и сильный бренд, и наличие аламной, то есть бывших сотрудников, повсюду. Много нефтянки, энергетики, банков, телекома. Сильный госсектор, есть ритейл и немного фармы. Проектов с компанией IT-сектора практически нет. Как обстоят дела в BCG? BCG близки к макам по набору проектов, и часто один и тот же клиент работает одновременно с обеими компаниями, но по разным проектам, и часто компания конкурирует за одни и те же проекты. Интересно, что в России Bain по разнообразию проектов скорее напоминает специализированный Оливер Уайман, чем McKinsey или BCG. Сильный фокус на ритейле и авиалиниях. Есть правит-эквити проекты, поскольку глобально Bain на голову сильнее конкурентов в Due Diligence. Других проектов значительно меньше, чем в остальной тройке. В McKinsey и BCG шире выбор проектов, Bain от них несколько отличается. Но кто сказал, что консультант всегда может выбирать? Важный проект на краю мира или в неинтересной индустрии, а вы попались под горячую руку стафинга? Извольте паковать чемоданы. Толку мало от широты портфеля проектов, если вы все время на ненавистной вам, например, нефтянке. Модное направление Digital включает в себя три составляющие. Цифровые стратегии, Data Science и цифровые трансформации. В каждой из компаний все три направления представлены на глобальном уровне, но присутствие на российском рынке разнится. Направление Digital Strategy есть во всех трех компаниях и мало чем отличается от привычной работы по созданию стратегий. Data Science пользуется все большим спросом, и компания тройки активно развивает это направление. Здесь лидер BCG, за ней идет McKinsey, а у Bain специалистов по Data Science в московском офисе пока нет. Цифровые трансформации предполагают построение корпоративных цифровых стартапов от найма сотрудников до создания и продвижения продуктов. В России, к сожалению, пока что такие проекты встречаются нечасто. Но бывают они не только у тройки. Например, AX, консалтинговая дочка IBM, такие проекты иногда делает. Компании большой тройки международные, но с равной ли вероятностью сотрудника получится пользоваться возможностью поработать в зарубежных офисах? В McKinsey существует Principle One Firm, согласно которому навыки и знания конкретного консультанта используются в той точке мира, где они больше всего нужны клиенту. В McKinsey чуть легче попасть на международные проекты, чем в BCG, а в BCG и легче, чем в Bain, где преобладает культура Home Office. Но ни в одной из трех компаний попадания не происходят автоматически. По умолчанию все проекты в России или Казахстане. Чтобы попасть куда-то еще, нужно обзванивать партнеров, писать письма, просить стаффинги разных практик. Успешная затея скорее зависит от настойчивости, коммуникабельности и везения консультанта, чем от конкретной компании. В то же время, во всех трех компаниях одинаково развита практика ротаций, временного перевода в другой офис. Так что при желании поехать на полгода поработать в Лондон, Техас или Сидней, скорее всего, получится. Остаться там с концами? Нет. Но это другой вопрос. А почему возникают сложности с переводом в другой офис? Во-первых, получить рабочую визу в Европу или США долго и трудно. Во-вторых, русскоязычные консультанты нужны на проектах в России. И в-третьих, русскоязычные консультанты не нужны на проектах в других офисах. Тем не менее, кейсы успешного перевода в офисы других стран имеют место. О них я рассказывал ранее. Ссылки в комментариях к видео. Представьте спектр компаний слева направо. От спокойная, дружелюбная, семейная до жестко амбициозная, конкурентная. Бэйн окажется слева, Макинзи окажется справа, а БСЖ где-то посередине. Упрощение? Да. Но недалеко от истины. Конечно, по сравнению с инвестбанками, все три компании-тройки будут почти неразличимыми точками доброты слева. А по сравнению с нон-профитами, акулами бизнеса справа. Но мы говорим лишь о тройке, поэтому две крайности в масштаб не попадают. Рано или поздно наступает момент, когда консультанты покидают даже компанию мечты. Куда они уходят? Отличный вопрос. И он заслуживает отдельное видео. Видео нарочно пропустил некоторые моменты. Не говоря уже о случайных пропусках. Все это исправим в комментариях. Так что пишите туда. До скорого. Все-таки Кока-Кола мне нравится больше, чем Пепси. КОНЕЦ ФИЛЬМА После того, как вы shopите, enjoy your Coke, too. КОНЕЦ ФИЛЬМА